Дорогие друзья, Дорогие друзья, добрый уже, добрый вечер уже, вот, да, здравствуйте, значит, что я вам хочу сказать, что вот я недавно сравнительно сотрудничаю с издательством «Книжный мир», но вот новую мою книгу, которую вот я сейчас составляю, тоже публицистически, я тоже отдам в это издательство, потому что, наверное, из тех, ну, скажем так, небольших, не хочу сказать слово «маленькие», небольших издательств, которые работают вот с такой, так сказать, литературой, публицистической, исторической публицистикой и так далее, Это, наверное, одно из лучших издательств, во всяком случае, я вот как-то сразу почувствовал, и даже вот мы недавно, вот здесь, к сожалению, отошел, значит, Владимир Иванов, организатор литературного теплохода, который, вот, мы с 27 по 31 плавали по Волге, по малым городам, встречались с, значит, читателями, И я вам хочу сказать, что практически везде, там, и в Мышкине, и там, и в Тутаеве, там, я уж не помню, где мы еще там были, и в Угличе, и везде, даже в тех городах, где нет книжных магазинов, а, например, в городе Тутаеве нет ни одного книжного магазина, понимаете, в Мышкине один книжный магазин, но лучше бы его не было, понимаете, там ничего нет, вот. Там везде меня спрашивали о книжках, которые вышли в издательстве «Книжный мир». Хотя еще раз хочу сказать, что это издательство, так сказать, по объемам выпуска, конечно, несопоставимо с тем же Аисте, где выходит моя, там, допустим, художественная проза, Но вот как-то они умудряются, что их книги доходят, и читают, и задают по ним вопросы, вот, и так далее. И вот эту новую книгу я готовлю, наверное, она у нас где-нибудь на будущий год выйдет, я надеюсь. Вот. А эти две книги, одна, да, первая называлась «Левиафан и Либерафан», название было дано по моей статье, посвященному тогда конфликту вокруг вот этого, значит, постановки Тангейзера, там, и так далее, и так далее. Когда все стали обвинять государство «Левиафан», то, что оно вмешивается в творческий процесс, вот, кстати, я сейчас только что с записи передачи Михаила Шведкова, где говорили о Серебряниках, и опять то же самое, что государство вмешивается в процесс, что вот «Левиафан» все время пытается сожрать, так сказать, значит, вот, талантливых мыслящих людей, искусство, там, свобода мыслящих людей, вот, на что я написал статью, где я попытался доказать, что вот эта, так сказать, либеральная идея, она сама уже породила чудовище, которое способно сожрать государство, и назвал я чудовище Либерафаном. И, как известно, в 91-м году оно, наше государство сожрало, и в 17-м оно сожрало, понимаете? Что будет дальше, я не знаю, не хотелось бы, конечно, вот, в качестве елота там сидеть, понимаете, у кита, именно Либерафана. Я как раз угрозы для нашей будущей жизни жду больше от Либерафана, нежели вот эту Либерафану. Это был как бы смысл в статье, но она большая, там, с примерами, как в школе говорили, вот. А вторая книга – это «Перелетная элита». Значит, а какой у нас назывался «Детектор патриотизма»? А, Либерафана, да. И там еще была статья, связанная с детектором патриотизма. С этим вообще получилась какая-то странная вещь. Я где-то давал интервью и сказал, что я вообще чиновников бы пропускал через детектор патриотизма, потому что чиновник, от которого зависит наша жизнь, он быть антипатриотом не может. Ну просто, ну как вот, ну вот врач и хирург, он же не может с болезнью Паркинсона делать операцию. Понимаете, его выгонят тут же, какие бы у него ни были заслуги. То же самое чиновник, он не может быть не то, что антипатриотом, а вообще человеком как бы индифферентным вот к этой теме. И что тут началось? Мне начали звонить там из московского комсомольца, там из «Новой газеты», там еще откуда-то, и говорят, что вы действительно собираетесь всех чиновников пропустить через детектор патриотизма. Я говорю, ребят, вы, говорю, вообще образное, понимаете, что есть образное мышление, есть метафоры. Чего сразу, так сказать, значит, если я говорю, что этого писателя за такой роман я бы расстрелял, значит, чтобы я его расстрелял, понимаете. Но есть же, как говорят, да, так вы это понарошку, я говорю, вообще понарошку, но с другой стороны. А как могло получиться, что нашей экономикой, значит, несколько лет руководил этот самый, как его, этот, человек сидит, который сейчас? Улюкаев. Улюкаев. Улюкаев, который публиковал стихи, он поэт, якобы, да, публиковал стихи, мы об этом писали в литературной газете, есть там такие строчки, «Сынок, там, вали из этой страны, там, здесь тебе делать нечего» и так далее. Ну, это мыслимо, мыслимо, чтобы, допустим, американский министр экономики где-то сказал, что, знаете, я сыну сказал, что нехрен ему в этих Штатах дранок делать, тут вообще неизвестно, чем все кончится. Все, он на следующий день бы не работал. У них там человека уволили только за то, что он побеседовал с послом с нашим. Посмотрите, если бы он такое сказал. Вот. А у нас это запросто. И взяли-то его не за антипатриотизм, а за то, что он просто, грубо говоря, пошлый вор. Но это же все взаимосвязано, понимаете? Это же все взаимосвязано. Если человеку наплевать на страну, то у него нет моральных ступоров. А что бы ее не обобрать? Если все равно сына отвалят, то я уеду, когда закончится контракт, так сказать, трудовое соглашение. Вот. И, в общем, короче говоря, вот эти две статьи почему-то очень возбудили нашу общественность, так сказать, и мы ее включили в книжку. Следующая моя статья «Перелет на элита» – это была первая статья моя, которую я не смог опубликовать в литературной газете. Да, я ее опубликовал, здесь ходил Сергей Шаргунов, я ее опубликовал на сайте «Свободная пресса». Да, «Свободная пресса», потому что владельцам газеты, а у нас же, так сказать, это не газета, показалось, что это слишком, так сказать, слишком жестко по отношению к людям, которые определяют, значит, нашу, так сказать, действительность. И я опубликовал только кусок, связанный с, значит, с литературной жизнью. С литературной жизнью. Но, кстати, в этом ничего такого, так сказать, страшного нет, потому что, ну, мы живем в мире, в котором есть свои законы, и иногда не все можно напечатать в том или иначе. Например, то, что можно напечатать в газете «Завтра», например, в литературной газете нельзя напечатать. Вот. А, скажем, есть газеты, которые вообще, так сказать, ничего мое не напечатают. Это факт. Ну, я к этому давно отношусь совершенно спокойно. Вот. Вообще, надо сказать, что за политические взгляды и за такие публицистические взгляды, в частности, вот выраженные, в этой книге мне приходится иногда расплачиваться, как, допустим, прозаику или как драматургу. Например, был очень интересный случай в Театре Ленинского комсомола. Значит, дело было так. Я написал пьесу «Одноклассница». «Одноклассница». Там, значит, какая история? Там, кто не видел, она, кстати, идет в Москве уже много лет, уже 10 лет, идет на аншлагах в Театре Армии. «Одноклассники» она там называется. Она называется «Одноклассники». Она везде называется «Одноклассники», но моя пьеса... Нет, в двух-трех театрах по стране она называется «Одноклассница». Но в основном называется «Одноклассники» или «Соврешь-умрешь». Значит, и его поставил Борис Афанасьевич Морозов, присящая постановка. Вот уже 10 лет на аншлагах идет все. Современные пьесы так долго не идут, поверьте мне, как специалисту. И, значит, она была очень острая. Там, понимаете, и написал я ее в 2007 году или 2008, там к «Однокласснике» на 40 лет приезжают к своему лидеру класса, самому умному, самому талантливому, который пошел тогда в Афганистан, он афганец, так сказать, и получил ранение, от которого впал, так сказать, в состояние вот такого овоща. Знаете, как вот там, какой-то наш генерал вот так вот сейчас лежит. Вот ничего он не... Романов. Да, Романов. Вот он лежит в коляске, все, и они пришли, а они прожили целую жизнь. Прошло 20 с лишним лет, как они закончили школу, кто-то стал богатым, кто-то стал батюшкой, там одна дама там нормально, другая пошла, так сказать, как говорится, заниматься древней профете. Ну, в общем, разные судьбы. Вот они ему исповедуются, она такая очень жесткая такая. И мне отказали, ее, значит, вернули 12 московских театров. Вот. И, в частности, это был театр Ленинского комсомола. Но что нам получилось? Я туда не отдавал, потому что Захару у меня давно, вот, так сказать, отношения на идейной почве такие напряженные. Вот. Ее отдала наша автор литературной газеты, очень опытный литературный критик Анна Кузнецова. Она отнесла, а Захаров был в это время за границей в поездке. И там был директор, который взял эту пьесу. А он говорит, слушай, говорит, а, как это получилось? Он ее где-то встретил и говорит, слушай, нам нужна пьеса под Караченцева. Потому что он немножко оправился после вот этой кошмарной катастрофы, не дай бог никому попасть в такую, и захотел начать опять принимать участие в театральных. Но ограничены же у нее возможности. Вот нам бы, говорит, какую-нибудь пьесу, где был бы герой, который бы вот сидел бы желательно на стуле все время, и им бы почти ничего не говорил. Но как бы принимал участие. Ну, потому что у него с речевыми там движениями, а так вот все нормально. А она говорит, так есть такое. Так, мы хотим заказать, кому бы заказать. Мы заплатим очень большие деньги. Потому что мы хотим, чтобы он его поддержать, да и зритель тоже, любимого актера, себя увидит. А она говорит, зачем заказывать? У Полякова есть пьеса, где главный герой все два действия сидит в инвалидной коляске, не говорит ни одного слова и только в конце смеется. Все. Значит, он говорит, гениально, приноси. Она принесла, он прочитал. Говорит, все, мы берем. Мы берем, скажу, чтобы больше никому не отдавал. Это то, что нужно. И пьеса нам очень нравится. А то, что там просто под Караченцево написано. Все. Значит, мы берем. Вот завтра прилетает, значит, наш художественный руководитель. Мы ему дадим, так сказать, почитать. Ну, просто формально. Так уже все может сказать Полякову, что мы взяли все это договор. Прилетает такой лучший руководитель. Ему говорят, слушайте, нашли... Марк Захаров? Ну, да, да. Нашли пьесу под, значит, Караченцево. Он говорит, ну, дайте мне почитать. Ну, дали почитать. У нас сейчас к ним приходит, говорит, замечательная пьеса. Все, берем немедленно, значит, распределение. Надо купить ее срочно автор. А кто, кстати, автор-то? Ему говорят, как кто, говорит. Там же мы же вам дали читать. Да нет, вы мне дали без титульного листа. А, Полякова, говорит, автор. А какой Поляков? Говорит, да у нас вроде один Поляков пьесы пишет. Больше пока нет. Это, который эту поганую литературную газету издает? Которая там... Которая... Никогда в моем театре не будет идти, так сказать, на пьесу. Вот для интереса можете сходить в театр армии и посмотреть. Вот, на этот, так сказать, спектакль. Вот это случай, когда, как говорится, драматург страдает за публициста и руководителя издания литературного. Ну, ничего. Некрасова вообще там, понимаете, доводили. А уж я не говорю там про других. А сколько постреляли народу в 30-е годы главных редакторов? Да что нам далеко ходить за примером? Дельвик, ведь он как помер, он напечатал стихотворение, перевод французского поэта в поддержку... Ну, так, не даже поддержку, но так, симпатии к польским мятежникам 30-го года. Вот. А он выходил-то газеты к тому времени литературные, там, несколько месяцев. Его вызвал Бенкендорф и сказал ему, в общем, если еще раз что-нибудь подобное в газете допустят, а я полагаю, что там все было не так просто, то, так сказать, издавать следующую газету будешь в Сибири. Понял? Вот. Но тот, понимаете, поэт, чувствительный человек, соловей там, понимаете, и так. Он пришел домой, мек на диван и от страха умер. Вот. Первый главный редактор литературной газеты. Поэтому я еще считаю, что я вот за 17 лет, как говорится, пребывания на этом посту еще легко отделался. Если есть вопросы, то задавайте. Потом тут вот коллега хотел, так сказать, немножко обратить наше внимание на проблемы с атомной энергией. Сейчас мы вам дадим слово. Пожалуйста, вопросы. Так, давайте начнем с вопросов. Вопросы задаем по одному, только в микрофон. Сейчас я буду подписывать. Юрий Михайлович, здесь уже разговор был о литературной газете, я кое-какие вопросы задавал и вам конкретно. Как вы считаете, не пора ли возродить в литературной газете такую рубрику? Ну просто время такое уже. Не просто юмор 16 страниц, а именно сатирические какие-то рассказы давать. Именно сатиру возродить? Салтаков-Щедрин уже устал, он уже призывает писателей к этому. Как вы считаете? Знаете, в чем дело? Я вам хочу сказать со всей прямотой, как, так сказать, сам писатель не чуждой сатиры. Я вам хочу сказать, что сатиры у нас сейчас просто катастрофа. Мы все это пытались. Мы у нас так часто заведующий отделом, как заведующий отделом клуба «12 стульев» нигде не менялись. Не в других отделах. Шесть или семь человек мы сменили. Я все время думал, что он не там копает. Знаете, сейчас же редактор подозревает, что там он своих друзей приятелей, собутыльников, девушек своих печатает. Знаете, вместо того, чтобы искать большие таланты. Оказалось, нет. Оказалось, с сатирой что-то произошло. Понимаете? Дело в том, что сатиру это еще со времен Войновича взяли на откуп люди, которые, в принципе, к нашей русской цивилизации относятся с неким презрением. В лучшем случае с таким брезгливым сочувствием. Считаю ее, в общем, тупиковой ветвью развития. Понимаете, а сатира настоящая, уровня Салтыкова, Булгакова, она может расти только из любящего сердца. Из ненавидящего сердца растет только литературный чертополох. Понимаете? И если вы сейчас перечитаете того же Чонкина, вы просто удивитесь, насколько это все не смешно и беспомощно. Понимаете? Вот. На волне что-то может сработать, но потом это в литературе не остается. И так получилось, что... Но есть обратная, другая сторона. Дело в том, что в нашей традиции русской литературы сатира всегда была каким-то признаком некой неблагонадежности. Это неправильно. Но это так. Я сталкивался с какими-то вещами для меня удивительными. Например, когда-то, ну да, где-то был 1994 год, я в доме творчества Переделкина оказался за одним столом спокойно Валентином Григорьевичем Распутиным. А у меня как раз только что вышла книжка «Демгородок». Это чистая сатира. Кстати говоря, ее сейчас, например, в Венгры перевели. Я вот полечу в октябре на презентацию. Что-то ему показалось интересно. Именно такая вот сатира. И я ему дал прочитать. Он, значит, вышел на следующий день и смотрит на меня. Ну так, сначала он очень же молчаливый был человек, такой закрытый, он молчал, молчал. Потом говорит, прочитал я вашу книгу. Вот скажите, Юра, вот страна гибнет, Россия исчезает, а вы смеетесь. Вот как это может быть? Я говорю, ну Гоголь тоже смеялся. Он говорит, ну мы же не Гоголь. И мне ответить было нечем. Вот это отношение, что, понимаете, вот как-то не в нашей русской традиции ирония, саркан. Ну почему не в нашей? Вот только что исполнилось 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого. Уж такого ерника, сатирика. Вы читаете его «Сон Попова», «История государства российского». Тем не менее, это был очень горячий патриот, абсолютно русский по менталитету, так сказать, человек. Почему такой, знаете, древнерусский, я бы даже сказал. Но вот какая-то, и получился любой сатирик у нас, он как бы между двумя, вот русский сатирик, он между двумя огнями. То есть для вот сатириков, так сказать, значит, с чертополохом в сердце, я вроде чужой, потому что я люблю страну нашу. А для, как бы, моих, так сказать, собратьев по русскому направлению в литературе, я подозрительный, потому что что-то я какой-то улыбчивый, понимаете. Что-то у меня, прям, пошутить мне хочется. Ну, если ты хочешь пошутить, иди к ним. Что-то у нас-то здесь трёшься, понимаете? Вот. И как-то так получилось, что вот такой сатира, от которой действительно вот захолонёшься, нету, нету. Или она вот такая мерзкая, значит, на уровне Шандеровича, понимаете? Или её нет, или всё в пафос уходит, в пафосный гудок. Вот. Это очень серьёзная проблема, и она даже меня как филолога волнует. Потому что, ну как, ну за 15 лет, значит, у руля газеты, я не нашёл практически ни одного серьёзного такого вот. Ну, нету, нету. И я всегда, когда выступаю где-то далеко от Москвы, я бросаю кличи. Я говорю, может быть, вы знаете, в вашем городе есть тайный свифт. Он же стал таковщедрин. Вот. И у него есть там, понимаете, история города Глупова, или какая-нибудь Пашигонская старина. Срочно его тащите. Не тащите. Не тащите. Это проблема. Уважаемый Юрий Михайлович, как-то в вашей газете вы написали статью критическую, весьма, очень критическую, об Олеге Газманове. Там был такой филологический разбор, достойный, очень приличный. Вы, как-нибудь, кандидат филологической науки. Ну, скажите, пожалуйста, вы сейчас так же относитесь к этой статье, что вы его, так сказать, не признаёте как профессионала? И вообще, возьмём выше, может быть, перестать стрелять по своим? Нет, дело не в этом. Я вам сейчас объясню. Речь идёт о моей, значит, давней статье. Она, кстати говоря, есть в моих сборниках публицистики. Лизгинки на лобном месте она есть, и в собрании сочинений. Но мы, наверное, вот в этой новой книжке, мы её повторим, потому что очень часто по этой статье, она такая долгоиграющая, хотя она писана больше 10 лет назад. Она называлась «Песни по жизни», где я пытался вообще проанализировать песни, так сказать, 90-х, нулевых годов, вот новые, именно как тексты, как поэзию, не музыку, так сказать, не исполнение, а именно как поэтическое творчество. Потому что тогда я застал ещё старых мастеров песенного жанра, вот, и того же Дербенёва, того же, так сказать, Плецковского, того же Танича. Они все были, значит, как стихотворцы, профессионалы высококласса. Они, может быть, поэты были не очень, так сказать, крупные. Хотя, например, Ван Шенкин, Константин Ван Шенкин, которого «Лидгазета до смерти» поддерживал, мы издавали книги, он был ещё очень хороший поэт, а автор многих, я люблю тебя жизнь же, гениальная же песня, мы её в застолье как выпьем, всё им поём, понимаете? Вот, и так далее. Среди моих сверстников многие пошли, например, мой сверстник поэтический Владимир Андреев, с которым мы вместе участвовали в 80-м году во Всесоюзном совещании, автор, значит, он и для, значит, очень много для известных ансамблей, но его, например, песня «Потому что нельзя быть красивой» такой, например. Это вот его всё. Он хороший поэт, но вот у него, потому что не у всех поэтов есть песенная вот эта жилка. Например, гениальный русский поэт Юрий Кузнецов, которому мы никак не можем мемориальную доску установить. Хотя установили уже бог знает кому, но его невозможно спеть, Юрия Кузнецова, но невозможно, понимаете? Даже моего любимого Владимира Соколова очень тяжело петь. А есть тут люди, у которых Рубцов приложится замечательно, да? Ну, это загадка. Так вот, и вдруг Газманов, который до этого был там композитор, певец, к которому у меня никаких претензий не было, он вдруг сказали, что я поэт и стал писать, так сказать, свои, значит, стихи. Я не против того, что писал. Но для этого существует, ну, если ты не профессиональный поэт. Если рифма, необходимость рифмовать строчки заставляет сказать тебя то, что ты не собирался сказать. Ведь проблема молодого поэта, в чем он, значит, он из-за размера и рифмы говорит совсем не то, что он нам собирался сказать. Но, потому что он не умеет еще, этому надо учиться годами. И начинается ерунда. Понимаете, вот гимн Москвы, да, значит, с возвращением, с возвращением двуглавых орлов, значит, возрождается русский язык, или как там, да, продолжается русский язык. С возвращением, а что это двуглавых орлов, он что, мы по-монгольски, что ли, говорили, писательская власть? Что за глупость-то? Почему мы должны петь глупость, если человек просто не понимает, что он говорит? Или дальше, так сказать, по золоту икон проходит летопись времен. Какая летопись времен по золоту икон? Иконы, это, так сказать, верхний и, значит, Новый Завет, это, так сказать, канонический язык. Там, так сказать, летопись времен ни при чем. И я нашел массу у него таких вещей про это, офицера, офицера, понимаете, если вдумываться, там просто полный, бессмысленный набор слов. Кому сейчас не хочется на это тратить времени, найдите мою статью, она есть в интернете, песни по жизни и прочитайте. Поэтому у меня претензия была к нему только одна. Что, ну, парень, если ты не профессиональный поэт, а рифмовать хочется, ну, пригласи профессионального редактора, он тебе подскажет. Но они же не могут, понимаете, значит, я помню Говорухин на каком-то мероприятии, говорят, пойдем, Розенбаум написал песню, хочет, чтобы мы с тобой клип сняли. Ты напишешь сценарий, я сниму. Это было тоже лет 10 назад. Значит, мы подходим. Ну, там какое-то мероприятие такое. Он, значит, говорит, вот, говорит, вот Поляков он может написать. Тот говорит, ну, хорошо, я вам сейчас прочитаю. Начинаю читать стихи, правильные стихи, так сказать. Там про ребят погибших, по-моему, в Чечне уже, в Чечне. Вот, значит, и там смысл такой, что вот они тоже, как и у Газмана, уходят прямо на небо, понимаете. Вот, и там вот, и дальше там Господь, так сказать, прижмет их десницами к груди. Понимаете? Ну, если бы я не был выпивший, я бы промолчал. Но я сказал, говорю, понимаете, говорю, все-таки наш Господь-то православный, он же не шива, у него же правых рук-то не три штуки. Как он может десницами прижать к груди погибшую, так сказать, душу? Но вот о дланями напишите. Он покраснел, как бурак, и сказал, спасибо. Ну, я отошел, забыв, естественно, об этом и цехе. Ко мне подходит Говорокин, говорит, зачем ты обидел Розенбаума? Я говорю, а почему я его обидел? Он говорит, ты ему сказал что-то очень некрасивое. Я говорю, нет, я ему сказал, что у него в стихах у Бога, так сказать, две правых руки. Но как-то это не по-нашему, не по-православному. Говорит, не надо было тебе говорить. Я говорю, а почему? Почему? Я профессиональный поэт, автор, так сказать, многих книг-стихов, лауреат там еще советских премий запоюсь. Более того, я кандидат филологических наук именно в области поэзии. Почему я Барду Розенбауму не могу, как редактор, заметить, что он Билиберду написал? Могу. И что он должен сделать? Он должен сказать, спасибо, Юрий Михайлович, я буду, так сказать, впредь внимательнее. А он надулся. Понимаете? Вот. И та же самая история получилась с нашим этим самым Газманом. Он пошел жаловаться к Лужкову. Ну, у нас же писатели, они же не могут так позвонить и сказать, что, мол, давайте объясним, надо же сразу идти к Лужкову. Вот. Он пришел к нему. А мне потом рассказал человек, который присутствовал при этом. Тогда пресс-секретарь был такой у него. Вот. Значит. И говорит, Юрий Михайлович, вот в вашей газете, а литературная газета тогда 25% принадлежала московскому правительству. А, значит, это была практически газета московского правительства. Ну, отчасти. И говорит, в вашей газете вот этот Поляков про наш московский гимн, а это же гимн, Москва звонят колокола. Говорит, написал, вот черт знает что, он ругает. Он говорит, как ругает Москву? Да я сейчас ему... Где эта газета? Он говорит, вот у меня, у меня здесь все подчеркнуто. Он говорит, подожди, я сам читать умею. Постой. Ну, я здесь употреблю лексику нормальную, а был, сказал, нет, такой лексикой более жесткой. Он читает, что? Ну, правильно он. Он написал, а что ты так хреново сочиняешь-то? Ты так хреново больше не сочиняй. Вот, знаете, чем закончилось это дело. Поэтому, понимаете, единомышленник, не единомышленник, не умеешь, не умеешь. Попроси помочь тех, кто умеет. А заставлять страну повторять про то, что с возвращением двуглавых орлов продолжается русский язык, ну, помилуйте. С какой стати мы этот бред должны, так сказать, петь с этим за ним. А дело в том, что песня обладает колоссальным гипнотическим кодирующим свойством. Понимаете? И вы с этой мелодией, у вас в голове вот этот текстуальный мусор. Чем были хороши советские песни? Они хаос в башке не создавали. Там все было правильно. Даже если за советскую власть, то все очень грамотно. Понимаете? А здесь у тебя вдруг, и ты вдруг где-то потом встаешь и говоришь, а вот, понимаешь, вот Орлов вернули, и вот все вернулось. Кто тебе сказал? А вот Газманов так спел. Ну, в чем дело-то? Юрий Михайлович, вы, наверное, текстов не слышали современных авторов. Вот слышал. Газманов гений по сравнению. Вот в этом смысле, может, я и погорячил. Стаса Михайлова, например, послушайте. Но это было уже лет 15 назад, там 13. Там критиковать нечего. Да, еще упало, да. Юрий Михайлович, а вы не находитесь, что в основном оскорбляются авторы, для которых русский язык не родной, это второй язык, а первый язык у них был идиш? Ну, знаете, я вам хочу сказать, что я, так сказать, я застал еще членов писателей, членов вот этой секции идиш. Потому что, действительно, до войны и даже первые годы, так сказать, после войны, ну, секции идиш в Союзе писателей, Советский Союз Писателей, Союз Советских Писателей, была где-то человек 200. Это очень много, это очень много. То есть это была очень влиятельная сила на этом языке, действительно, писали, писали, так сказать, довольно многие люди, там были талантливые, там как Перец Маркиш, например, очень талантливые были поэты, есть переводы их, так сказать, на русский язык. Но я вас уверяю, я потом знал и дружил, так сказать, с детьми и с внуками этих, так сказать, писателей, которые в 20-е, в 30-е годы из местечек, значит, перебрались в Москву, в Ленинград, значит, организовали, в Киеве была, кстати говоря, вот эта секция идиш. Но потом с исчезновением вот этих, так сказать, еврейских местечек, где это был основной разговорный язык, и он развивался как литературный, они исчезли, так сказать, идиши, и исчез как язык литературы, и сейчас литературы на идиша, по крайней мере, как серьезного явления нет. Это тоже отдельная история, но я вас уверяю, их дети и внуки, кто там задал вопрос, дети и внуки, для них русский язык был родной. Вот не надо, так сказать, придумывать то, что неправда. Он для них был родной. Другое дело, что многие из них потом уехали на постоянное место жительства в Израиле, решив, что их родина так, но это их выбор, мы живем в свободной стране, понимаете? Они уехали, так сказать, и они там сейчас говорят и пишут на русском языке. Ни одного друга моей литературной молодости, еврея, который, кстати, многие из них очень хорошо дебютировали, выпустили книжки, мы участвовали в совещаниях, никто из них там не переучился на иврит. Они все продолжают писать по-русски. И я вот недавно, мы с женой были в Израиле, мы встречались, вспоминали молодость, и никто из них, только на бытовом уровне они освоили иврит, а пишут, встречаются, читают друг другу стихи, все на русском языке. Так что не надо демонизировать то, чего нет. Есть масса вещей, о которых стоит говорить. Это не тот случай. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok